Повышение детских пособий и ряда социальных выплат пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла одобрили депутаты окружного собрания. Решение губернатора проиндексировать социальные выплаты утверждено на 39-й сессии окружного парламента. Кроме того, депутаты в двух чтениях приняли законопроект об 1-процентном ипотечном кредитовании, первый в российском законодательстве. О принятых решениях на первой в новом сезоне сессии в нашем материале. Впервые в России взять ипотеку можно под 1% годовых. Ипотечная программа рассчитана на жителей Ненецкого округа и призвана улучшить их жилищное положение. Приобрести жилье под 1% можно как на первичном, так и на вторичном рынке. Срок займа составит 15 лет. Жилой дом, в котором будет приобретаться квартира, должен быть кирпичным, панельным или монолитно-бетонным, то есть исключаются все деревянные постройки. Стоимость квадратного метра будет определена постановлением администрации, чтобы не допустить резкого скачка цен на недвижимость. Что касается возраста дома, в результате обсуждений его подняли с 15 до 25 лет. Необходимо не забывать основную цель данного закона, это оживить рынок. Помочь людям купить, прежде всего, квартиру, а не продать. И на заседаниях комиссии и комитете мы неоднократно называли те цифры по количеству домов. Да, изначально было 15 лет, и это было 60 домов, 4072 квартиры. Сейчас при 25 годах попадают у нас уже 82 дома и 4999 квартир. То есть на настоящий момент, в принципе, этого достаточно. Партнер округа по новой программе на сегодня пока один – Московский индустриальный банк. Оформить там ипотеку можно будет уже с 1 октября 2017 года. В настоящее время администрация региона дорабатывает порядок реализации нового закона. В двух чтениях принят законопроект о повышении ряда социальных выплат. С 1 января 2018 года повышается размер сразу нескольких видов выплат. Во-первых, увеличатся детские пособия. В настоящее время размер ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте до полутора лет составляет от 853 до 1422 рублей в месяц, в зависимости от категории получателя. С учётом поправок губернатора эти цифры составят от 1000 до 1700 рублей соответственно. Участники Великой Отечественной войны вместо ежемесячных 25 тысяч получат 35. Денежная выплата ветеранам труда увеличится с 758 до 1000 рублей. Труженькам тыла с 963 рублей до 1200. Выплаты жертвам политических репрессий составят от 800 до 1900 рублей ежемесячно в зависимости от категории получателя. Инвалиды с нового года будут получать 1900 рублей. Кроме того, на 400 рублей будет проиндексирована ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам. Предлагается увеличить ежемесячно компенсационные выплаты пенсионерам, которые на сегодняшний день установлены в размере 2708 рублей и 3100 рублей. Увеличить на 400, установив соответственно 3100 рублей и 3600 рублей. Указанные изменения предлагаются к вступлению в силу с 1 ноября 2017 года. Одобрили депутаты и увеличение величины прожиточного минимума на 5,1%. В 2018 году он будет увеличен на 864 рубля и составит 17956 рублей. Величина прожиточного минимума рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины, куда входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Определять величину прожиточного минимума необходимо, чтобы материально поддержать тех пенсионеров, которые получают маленькую пенсию. К сожалению, у нас порядка тысячи жителей округа получают пенсию ниже вот этой величины прожиточного минимума. Поэтому для этой категории будет доплата до этой величины, до 17956 рублей, так называемая социальная доплата к пенсии за счет пенсионного фонда и за счет окружного бюджета. По словам председателя окружного собрания Анатолия Мяндина, за последние годы этот показатель существенно вырос. В 2010 году прожиточный минимум составлял 10 400 рублей и за 8 лет увеличился почти в два раза. Для улучшения инвестиционного климата в округе продлены льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. Предусматривается продление срока действия пониженной ставки налога на прибыль до 1 января 2022 года для организаций, являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков. Снижение налоговой ставки налога на прибыль в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации до 12,5% в 2018-2020 годах для категории налогоплательщиков, указанных в законе. Снижение налоговой ставки на прибыль до 12,5% предусмотрено для ряда отраслей. Добыча нефти и других полезных ископаемых, производство электроэнергии, деятельность авиационного, автомобильного, грузового, морского и речного транспорта, утилизация отходов. Право на применение пониженной ставки распространяется до 31 декабря 2022 года. Рассмотрен депутатами и принят в первом чтении законопроект, отменяющий доплаты к отпуску депутатам, заместителям губернатора и главе региона. Законопроект будут дорабатывать для принятия во втором чтении. В завершении сессии, на которой были рассмотрены 17 вопросов, губернатор обозначил направление работы в новом сезоне. Первое, мы смогли стабилизировать ситуацию с доходами. Второе, уже появились реальные результаты наших с вами комплексных преобразований. И я говорю, во-первых, о результатах перезагрузки подхода в строительной сфере и также в сельском хозяйстве. И третье, коллеги, мир меняется каждый день и скорость развития компетенции набирает невидимые темпы. Игорь Кошин отметил, что сейчас ситуация с доходами бюджета больше не напоминает «Чёрную пятницу». Поэтому возобновляется индексация социальных выплат. В связи с этим будет рассмотрена возможность повысить заработные платы работникам бюджетной сферы.